Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости – писатель, публицист Давид Шехтер и дуаен израильской журналистики русскоязычный Марк Горин. Рад Приветствую вас, добрый день! Тема сектора газа затихла, но мое больное сердце подсказывает, что не совсем. Буквально на днях собрался наш кабинет министров именно по теме газа. Нафтали Беннет там держал речь, пригласил нашего начальника генерального штаба господина Кахави. Как пишут в израильских СМИ, наш начальник генерального штаба сказал следующее. Есть три возможные варианты развития событий с сектором газа. Он сказал управлять положением, то есть продолжать как есть, я цитирую, захватить газу, здесь незачем вдаваться в подробности, и третий вариант так называемый Сингапур 2.0. У меня к вам два вопроса. Давид, наверное, я с тебя начну. Что значит как есть? Это управление положением то, что сегодня происходит с газой, или что-то иное, как считает наш начальник генерального штаба. И может быть ты прояснишь, потому что я не нашел нигде. Что такое Сингапур 2? Проблема сейчас состоит в том, что на самом деле проанализировать поведение и спрогнозировать поведение Хамаса в Газии намного проще, чем поведение и разрешение нашего нынешнего правительства. Потому что с Хамасом как бы все понятно. Это прокси Ирана, в Иране пришел к власти новый президент, мясник тегеранский, он захочет показать, он очень антибезраильский, в отличие от Хаменаи, он не такой осторожный, поэтому вполне вероятно, что Хамас получит команду начать обстрелы. Тем более не решен вопрос с деньгами. Да. Так что, несмотря на то, что после последней операции прошло немного времени, газом все еще в развалинах, но если будет команда от начальства, жакеты пройдят. Другое дело, как будет реагировать израильское правительство, поскольку у нас сегодня не один премьер-министр Беннет, у нас их еще четыре. У нас посуществует здесь длина страны на такие феодальные княжества, которые управляются единолично отдельными этими князьями. Например, внешняя политика полностью командует только Ир Лапид, Дюберман полностью командует финансовой сферой, ГАНС командует военной сферой, а Шаша Биттон командует чем? Ковидом. Я не могу не сказать буквально про эту даму пару слов, потому что просто она болела. Недавно, буквально, подавчера... В хорошем смысле слова. В хорошем смысле. Несколько дней тому назад Дюберман давал интервью, и его спросили, вот если надо будет решать, что делать с новым карантином, что вы будете делать? Он сказал прямо, я сделаю то, что скажут специалисты. Это голос разума. Он не специалист, он сделает то, что могут быть специалисты. Но Шаша Биттон имеет свое мнение по поводу того, что такое корона. Министр просвещения. Да, таких дамочек много в фейсбуке. Но она не дамочка. Она человек, который отвечает за жизнь миллионы наших школьников и десятки тысяч учителей. Поэтому, когда она такое говорит, мне просто страшно. Но это как бы шаг в сторону. Но она такое же говорила, когда находилась в пройдите на Таньяку. Это ее последовательная позиция. Тут, сказать, с этим нельзя. Она всегда была антипрививочницей. И поэтому, возвращаясь к ГАЗе, у нас есть 4 или 5 премьеров. Да, и здесь еще и Беннет, который ничего не мешает. Поэтому вопрос будет в том, как вы... Не забывай, есть еще Гидон Сфер. Ну, есть еще Мансур Аббас, самый главный наш премьер. Который, кстати, получает 53 миллиарда. 53 миллиарда. Меня, правда, тут недавно поправили на 20 лет. Ну, хорошо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Я хотел бы, чтобы наши общинные агрессии получили бы 10% для того. Совершенно верно. Даже несчастливы были бы на седьмом небе. Так вот, будет все зависеть от того, какие будут взаимоотношения между ГАЗом и Беннетом. ГАЗ, он дважды вел кампанию против Хамаса, когда он был начальником генерального штаба, когда он был министром обороны. Я сомневаюсь, что он захочет еще раз слезть в такую операцию. Но Беннет совершенно иное дело. Он же всегда кричал, что я буду вести себя лучше, чем Натаньягу, я все сделаю, я покажу, как надо, он может кинуть свой бой. Так вот, кто другому руку пережмет, вот такая и будет реакция. Какая, те пока не знают. Так что сегодня говорить о том, что будет с Хамасом намного проще и понятнее, чем с нашим новым израильским правительством. Ты не ответил на вопрос. Сингапур-2, это что такое? Есть такой план. Сингапур, что там маленькое государство, которое живет на очень маленькой территории, с большим количеством населения. Тем не менее, это как сектор газа. В секторе газа повальная нищета. Сингапург на том, что мы с самых высоких мест в мире. Давайте мы сделаем из газа Сингапург. Это была еще идея Шимона Перса. Ничего с этого не получилось. В них влилили за эти годы десятки миллиардов долларов. Все эти доллары украли. То, что никого Сингапура там не будет. Не было и не будет. Марик, хочу вернуться к заседанию военно-политического кабинета, где рассуждали по поводу газа. Там, опять же, как пишут израильские СМИ, наиболее четкую, ясную позицию выразил министр внутренней безопасности Омер Барлев. Он недавно отличился, сказав, что чуть не надо легализовать нелегальное оружие у арабов израильских. А тут у него новая идея. Вернее, повторение старой идеи. Нужно построить палестинским арабам в Гази аэропорт. Когда ему сказали, что они же будут завозить оружие через эти все пути. А если не так, то мы за 4 часа разбомбим. Извини, что я это говорю. У нас министр идиот? Нет, я думаю, что он не идиот. Иначе он не был министр. Нет, это не фраг. Да, это вообще критерий, конечно, для наших министров. Мы это последние 10-12 лет видите очень отчетливо, что это критерий для наших министров. Он не идиот, он показал это на истории с парадом с магами, который он прекрасно организовал. Который прошел очень правильно и все было проведено, несмотря на то, что он представляет левую партию. Так что он не идиот, я думаю, что он до некоторой степени популист. Это фраза, которая ничего с собой несет, понятно, что там какой аэропорт в Гази построить не будет. В Ромале, может быть, там есть аэропорт в Гази. Мы когда были с тобой у Арафата, нам показывали этот заброс. Нет, он был тогда нормальный, в мавританском стиле. А потом мы его берем в Арафате. Да, мы с тобой еще нашли девушку русскоговорящую, там работала замужем с Арафатом. Севседович, так что вы видели, это аэропорт вот с Давидом. Во времена Рабина мы были, так сказать, на встрече с господином Арафатом, Буден не ладит. Как, и руку жали? Я был единственный, кто не пожал. Молодец. Да, я, ну, все традиции, там было 38 журналистов, в том числе и я. Ну, выходя, прощались. Тогда были другие отношения. Так что, аэропорт этот есть в Гази. Ну, понятно, что при таком положении с Хамасом никто его. Нет, его сегодня нет, Марик. Он, площадка эта существует. Ее перепахали. Ну, перепахали. Ну, неважно, спрашивают обратно. Не в этом дело. Дело в том, что это, конечно, просто мапулистское заявление. Представитель левой партии, ну, сказал, сказал. Все понимают, в общем-то, они, ну, что это, ну, так, сказал. Значит, Верочу, значит, на Газе, вот раз уж Давид начал с политической оценки, акцента, я был, ну, по-моему, ты тоже, по-моему, был, на встрече с господином Либерманом, с министром финансов, после, значит, того, что правительство... Я не был. Да, не был. Значит, да, для русской журналистов была, своего рода, пресс-конференция или встреча, там, назовите, как хотите, создавали вопросы, и, в основном, конечно, по финансовым проблемам. А я, как бы, когда вот финансовые вопросы как-то так отзвучали, я сказал, что я уже все, про это все спросили коллеги. А я говорю, спросили, долго будет продолжаться этот позор, что мы живем, вот это, мы обречены на то, что на существование рядом с Хамасом, через дорогу, на обстрелы, это всегда будет. А что он ответил? Мы не правительство Нита Ниягу, мы не собираемся дружить с Хамасом, дословно говоря, дружить с Хамасом, вы сами видите, что кончились деньги в чемоданах, мы отвечаем на каждый обстрел, этого не стесняемся, я не могу сказать всего, потому что это военные вопросы, ну, в общем-то, мы, как бы, понимаем, как нам с этим, что делать с этим дальше, как вестись. Что касается меня, то я думаю, что вот, ты назвал, 4, 3, 3, назвал варианты, которые сказал. Ну, да. Возвучит. Ну, он, как бы, вообще странновато, немножко у нас военные начали обретать политические, так сказать. Но он не впервые это делает. Да, 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 уже не впервые он, кстати, он неплохой генерал, насколько я знаю, оценки, вот, когда он пришел, я беседовал, так сказать, с экспертами, аналитиками, они о нем хорошо отзывались, как о практике военном, вот, интересном умном человеке, ну, вот, у него появились политические акценты, потому что он есть четвертый путь, и он известен, не в смысле занять газу, понимаешь, что занять газу, а завтра что с ней делать? Занять, это был вариант. Ну, я и говорю, да, вот, я и говорю, вот, он назвал вариант занять. Газу, я, так сказать, с арабистскими аналитиками тоже об этом говорил, надо отдавать Абумазану. Они говорят, что неизвестно, кто захочет его взять, тем более из рук Израиля. Не надо из рук Израиля. Захочет ли Хамас отдать газу Абумазану? Что делать с Хамасом, это военные разберутся, был бы приказ. Да никак не могут разобраться, поверь мне. Разберутся, приказа нет. Это военность политические. Это военность политические, а не военные. Значит, дело не в том, никто не хочет сказать в тух, что ее надо отдать Абумазану. Абумазан не хочет, внешне будет делать вид, что он не хочет брать из рук Израиля. Это понятно. Но если это будет сделано, так сказать, благодаря, там, Соединенным Штатам, Египту, Эмиратам, и, соответственно, он получит то, что он может еще успеть получить на своем политическом веку, как говорится, я не хочу делать никаких далеко идущих намеков, то, в общем-то, другое дело, что мы боимся, что если объединяться под эгидой Ромалы, газа с Ромалы, то это будет намек на создание полиэстерского государства, никто не хочет произойти этого вслух. Ну, тогда надо жить под обстрелами. Понятно, все три варианта, ни о чем не говорят, понятно, значит, остается только первым, как это, углавлять ситуацию. То есть, ты хочешь сказать, что министр финансов немножко вел в заблуждение общественность, сказав, что знают, как решать эту проблему, а наш правительственный кабинет по этим вопросам говорит, что не знает, как решать. Но это отдельно мы поговорим. Давид, Давид, я думаю, что они не назвали всего того, что они думают. Ну, разумеется, да. Скажи, пожалуйста, вот Малик сказал, что мы отвечаем на обстрелы из газа, это Либерман сказал, мы отвечаем на обстрелы из газа, на встречи с журналистами. Вот стрельба по пустым будкам в ответ на вот эти воздушные шарики из сектора газа, это и есть наша стратегия, далеко идущая. Ну, я хочу, во-первых, ответить на то предложение отдать газу об бумагу, во-первых, отдастся ли газа еще такой большой вопрос. Но, чтобы это сделать, нужно войти в газу, нужно зачистить ее от Хамаса, нужно положить несколько тысяч наших ребят, и что, и отдать после этого ее обумазану, то есть пожертвовать тысячи жизней наших солдат, чтобы получили они это бесплатно, может, это вообще не вариант, не вариант, что касается того, что подключают, ну... Сколько тысяч, он был стратегом, сколько у нас в этой стене погибло людей, что-то несколько человек. Мы же туда не заходили, чтобы обуздать Хамаса, его надо обуздать внутри, он же весь уйдет в подземелье, то есть надо зайти туда, зайти туда. Это бои за каждый переулок, это тысячи убитых. Что касается стрельбы по пустым площадям, ну, почему только газа? И чем это отличается от стратегии, которую применял Бнимин Натаньев, прадис Натаньев? Почему только газа? Мы сейчас стреляем по пустым площадям, и по Ливану точно так же. Вот сейчас, в последние дни, у Натаньеву была четкая политика. И я понимаю, я могу объяснить в двух словах, что это была за политика. Деньги в чемоданах. Да, деньги в чемоданах. Он поддерживал Хамас. Почему он поддерживал Хамас? Потому что я лично был в Газе, на нескольких... Не в Газе, в автономии. И я помню, как была у меня одна встреча с министром. Я говорю, министр сказал мне, мы приняли стратегическое решение, что жизнь ваших детей нам не менее важна, чем жизнь наших детей. Мы подтягиваем вам руку мира. Мы хотим мир, мы хотим сотрудничество. То есть все, 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 все. Но для этого вам нужно все поселения снести и присоединить намагать. То есть он сказал то, что никто не согласится. Ну, правильно. Правильно. Но спорить с таким человеком очень сложно. Поскольку он говорит, я вам притягиваю руку мира. А американцы говорят, ну, черт с этими территориями. Отдайте их, пусть будет мир. С ним спорить сложно. А Хамаз враг. Хамаз говорит, мы не хотим уничтожить, нам от вас ничего не надо. Мы хотим слиться с землей. С ними спорить легко. Он враг. Поэтому лучше иметь открытого врага, чем скрытого врага. Что такое рак? Рак это серая зона. Это когда клетки враждебные маскируются под клетки добокачественные. И организм не включает свой механизм. Их уничтожение, шпорт-водных, не различает. То же самое здесь. Хамаз это раковые клетки, открытые. А автономия по помазу, это раковые клетки, прикрывающиеся. С тем, что они вроде бы нормальные. Поэтому Биби выбрал иметь дело с Хамазом, которое зло, которое можно легко представить его как зло. Чем иметь дело с Хамазом. Поэтому поддерживал Хамаз. Я действительно полным идиотом. Мы поддерживаем тех, кто стреляет, и не поддерживаем тех, кто в нас не стреляет. А те, кто не стреляет, мы поддерживаем. Потому что те, кто в нас не стреляет сейчас, их план... Марик, во-первых, ты ошибаешься. Мы поддерживаем тех, кто в нас не стреляет, и поэтому там и власти. Конечно. Если бы мы их не поддерживали, там бы сидел Хамас. Это правда. Мы не поддерживаем. Так что политика, мне была понятна, какова позиция нового прелеста. Я не знаю, мне совершенно пока неизвестно. У меня министр говорит, что это как бы не вопрос первоочередной. Ты правильно сказал? Или кто-то у нас сказал, что он борется сегодня с коронавирусом. Последний вопрос, Марик, к тебе у меня. Чем ты объяснишь то, что вот именно в эти дни, именно сейчас, появилась публикация не где-нибудь в газете ААРЭЦ, о том, какая кровожадная армия обороны Израиля, которая во время последней операции в секторе газа обстреляла. В один из дней случайно снаряд попал в дом палестинских арабов. Погибло 6 человек, семья погибла 6 человек. Но при этом главное обвинение ААРЭЦ. Почему мы их не предупредили? Мы живем в эпоху маразмов. Нас предупреждают, когда стреляют из газа? Нет, там немножко не так. Я специально захватил этот материал, который на русском языке, то, что я видел. Дело не то, что нас предупреждают. Мы не предупредили. Просто действительно, АЦХ очень благородная армия. Мы действительно предупреждаем при обстрелах мирное население. В тот раз не предупредили. Я думаю, что это было связано с тем, что там были задачи специальные, чтобы продемонстрировать подготовку перед наступлением. И вот эти предупрежения. Не знаю, я не знаю подробностей. Допускаю, что это была ошибка. Война, дело вообще плохо предсказано. От своего огня гибнут во время войны. Да, от своего огня ими, так называемый, дружественный огонь. Почему по этому поводу нужно проливать крокодиловые слезы? Возможно, это трагическое. Нет, почему? Погибли мирные, еще непоминные дети военные. Почему в газете АРЭЦ не пишут тут же, что в городе Сдероте погиб мальчик? Это другой разговор, конечно. Почему? Безусловно. Его семью не предупредили. Я с тобой полностью согласен, чтобы такого материала, я тоже, во всяком случае, в переводе... Я бы согласен, если бы было параллельно об этом и об этом. Больше того, я чисто по-журналистски, я вот его прочел, вот тут сказано, вот этот несчастный, у которого семья погиб, он говорит, я сидел с нашими соседями, и завтра у суток падают два снаряда. Рассказал президенту Сарабу. Марик, давай мы будем зачитывать. Там надо много зачитывать, потому что там, извини, там смакуют, меня возмутило, что в этой статье смакуют, как он бедно опознавал останки своих близких. Да, 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 совершенно верно. Я никак не мог понять, как журналист. Ну хорошо, допустим, даже так. А кто при этом был? Это журналист, он журналист сказал. Там на СССР какой-то правозащитник из Бетсалей. Может быть, это он рассказал. Уже своими словами. Это кара, серьезная газета. Там такого-то, не такого. Но там профессиональные журналисты, я вот не понял, кому он рассказал. На мой взгляд, это профессиональная провокация. Там были, ну я таких слов не сказал. Это я же сказал. Я говорю о том, о профессиональном качестве того, что я прочел по-русски. Оно меня и смутило, и возмутило, в общем, в каком-то степени чисто как редакторе, потому что я бы спросил у корреспондентов как редактора про Вольфмон, ты бы что рассказал, кому рассказал, кто ты лично слышал, или это тебе пересказали, как это вообще происходило. Я этого, так сказать, в данной публикации не нашел. Вот это то, что я могу пойду. Поэтому она оставляет, как минимум, чувство недостоверности, что ли. Окей, слишком много кровожадности там. Ну и это тоже, да. Спасибо. Спасибо, Марин. Спасибо, Давид. Это действительно ремесло. Спасибо за это откровенное мнение. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.